Ребёнок, которого не хотели. Алина метушилась по палате роддома, ненавидя весь мир и прежде всего собственного ребёнка. Ей было 40 лет. Она работала в хорошей крупной компании на руководящей должности. Всё в её жизни сложилось. Карьера, которой она довольна, хорошая зарплата, стабильный доход, жильё в новостройке, элитный автомобиль. Только одного в этом идеальном мире не хватало – мужа и деток. Она уже и не надеялась с кем-то связать свою жизнь. Отчаялась. Доктор сказала, «Ещё года два, и можешь матерью не стать». Только случилось кое-что неожиданное. Однажды к ним на фирму пришёл работать молодой специалист. Ему едва перевалило за 30, и он выглядел перспективно. Начальство ему благоволило. Алина сразу же его полюбила, но её смущала разница в возрасте, ведь почти 10 лет. К чему такому красивому и важному молодому парню такая старуха, как она? Но Алина очень хотела быть любимой, а ещё она хотела детей. Роман ей нравился. Лучшего кандидата на роль мужа трудно найти. Статусный, успешный, интересный, накачанный, голубоглазый блондин. Ах, какие от него должны родиться дети! И Алина приняла решение. Будь что будет. Она просто зашла к нему в кабинет и твёрдо произнесла. «Рома, пообещай, пожалуйста, что не станешь отвечать сразу. Подумаешь, и потом дашь ответ. Да, я в возрасте, но для меня это очень важно. Скорее всего, такой возможности больше не представится. Я хочу родить от тебя ребёнка. Никаких претензий к тебе у меня не будет. Ты мне ничего не должен». И Рома согласился. «Только через несколько недель, не сразу». Беременность была лёгкой. Роды были в срок. Только вот сын родился больным. Не критично, конечно, но неприятно. Доктор сразу же ей сказал, ребёнку показана строгая диета на протяжении всей жизни. Алина не хотела в это верить. Она бегала по палате и злилась на саму себя, на то, что она это всё затеяла. Помощь пришла откуда неожиданно. Роман, который поначалу не собирался связывать с ней свою судьбу и помогать ей, даже ребёнка не хотел признавать. Всё же решил помочь. Он приехал забрать её из роддома. Иногда завозил малышу специальное питание. Ходил гулять, нянчил, заходил в гости. Потихоньку между ними возникла привязанность. И те, кто изначально планировал только рабочие отношения, стали близкими людьми. И когда ребёнку было два годика, Алина и Роман вступили в брак.